Давайте начинать. Итак, я хочу вам представить вашему вниманию ту лекцию, которую я обычно представляю нашим студентом, когда мы начинаем лекционный курс по анатомии, нормальной анатомии. Я, конечно, немножко ее переработал, но вот примерно ту же самую лекцию вы услышите, если я буду читать вам ее, когда вы поступите на первый курс в институт в инвентальной медицине и биологии в направлении медицинское. Неважно, это будет стоматология, медицинская, биохимия, биофизика и лечебное дело. Ну что ж, поехали. Итак, для того, чтобы начать наш разговор, стоит определиться спать, что такое анатомия. Анатомия, дословно, анатомия, то есть послойное рассечение. Ну, а если говорить более широко, то это раздел биологической науки или биологии, изучающей морфологию человека, человеческого организма, его системы и органов. Ну и, как сами понимаете, анатомия не стоит отдельно от других наук и имеет с ними определенные связи. Хотя стоит сказать, что, прежде всего, в медицине появилась сначала именно анатомия. А дальше уже, это был как базис, стали настраиваться следующие компоненты. Так вот, с чем же связана анатомия? Ну, во-первых, анатомия связана с гистологией, цитологией, эмбриологией. У нас кафедра называется кафедра морфологии и общей патологии. На этой кафедре мы изучаем наши студенты нормальную анатомию, топографическую анатомию, патологическую анатомию и гистологию. Ну, и вот, соответственно, с чем же связана анатомия у нас? Это гистология, цитология и эмбриология, это физиология, ну, соответственно, и общая биология, как часть науки о живом, эволюционное учение и генетика, безусловно, ну и прикладная медицина. Да, действительно, говорят, анатомия – мать наук. Да, действительно, это самый, пожалуй, один из самых сложных предметов на первом-втором курсе для наших студентов. Такой камень преткновения. Ну, и краеугольный камень с другой стороны. Итак, давайте немножко вкратце о задачах анатомии. В-первых, это исследование основных этапов развития человека в процессе эволюции. Да, это эволюционная анатомия, это отчасти морфология. Исследование особенность строения тела в отдельных органах и различные возрастные периоды. Это возрастная анатомия. Мы знаем, да, что в каждый период нашего с вами жизни, нашего развития есть определенные процессы, они протекают в каждом возрастном периоде по-своему. На то есть множество причин, начиная от гормональных, заканчивая просто уже возрастными метаболическими. Итак, и еще исследование формирования человеческого организма в своих окружающей среды. Действительно, это так называемая антропология или антропоанатомия. Наверняка вы прекрасно знаете, что сейчас с экологией у нас не так все хорошо. И сейчас все говорят о карбоновом следе, хотят все его снизить, снизить, снизить от выхлоп. На самом деле это обоснованное дело в том, что не только карбон выбрасывается, не только этот газ, но и еще вместе с ним много чего, что, в принципе, не совсем благоприятно влияет на наш с вами организм. Я имею в виду канцерогены, конечно же. И, к сожалению, род молодеет. Ну и вот общая анатомия или просто анатомия, или анатомия человека. Она состоит из трех частей. Первая часть – нормальная анатомия или систематическая анатомия. У нас принято в Российской Федерации, в большинстве вузов, изучать анатомию по системам. Не по топографическому принципу, то есть голова, шея, грудь, живот, конечности, а по системам. Опорно-двигательный аппарат, костная система, суставы, мышцы. Дальше – внутренние органы, кровеносная система, сердечно-сосудистая, центральная, периферическая нервная система, эндокринная. Вот так мы изучаем нашу анатомию. Ну, дальше – топографическая анатомия. Насколько эта анатомия, это больше… Она обычно идет в симбиозе с оперативной хирургией, и это уже, так скажем, введение в клинику. Там учат и оперировать, там учат различным подходам к лечению хирургической патологии. Ну и патологическая анатомия – вот это вот не совсем анатомия, хотя она называется анатомия, но больше это гистология, конечно. То есть здесь рассматриваются чаще всего ткани и органы в различных, при различных проблемах, при различной патологии. Значит, такой патос по-гречески. Кто знает? Патос – это страдание. То есть, соответственно, анатомия страдания, анатомия болезней. Ну, давайте, на методах я особо останавливаться не буду, просто, как говорится, есть много-много-много разных методов. Вот последних три, пожалуй, самые современные. Макро и микроскопия. Да, микроскопия сейчас широко используется в доказательной медицине с использованием моноклональных антител, всевозможных полимеразноцепных реакций и прочего-прочего-прочего. Лучевые методы, да, диагностики – это X-Ray, это лучи рентгены, КТ – компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Ну, и эндоскопический метод. Соответственно, малоинвазивный метод – осмотр пластей с помощью специальных оптических систем. Ну, пожалуй, первым блоком мы закончим с вами. Сейчас на этом можно говорить много, но я думаю, что интереснее будет поговорить о краткой истории анатомической науки. Кстати, краткая история анатомической науки – это не только анатомия. Я бы мог это убрать. Я бы сказал, краткая история медицины или медицинской науки. С чего все начиналось? Ну, понятно, что первый самый период у нас – какой был каменный век, да? Доисторический период. Что там в каменном веке? Сведений о нем крайне мало. А почему? А потому что отсутствовала письменность. И письменные доказательства существования или отсутствия медицинских знаний не сохранились. Что сохранилось? Сохранились предпетроглифы и наскальные рисунки. Во многих пещерах они есть, но по ним тоже крайне сложно что-то судить. Но, как нам видится, и видится нашим историкам, что там были основы примитивных знаний о строении функций человеческого тела. Ну, и основной источник – это родовые и наскальные рисунки. То есть все передалось из уст на уст, как сказки. От одного поколения к другому. Поэтому там были знахари, ведуны, ведьмы, как хотите назовите. Были специально предсобученные люди. Насколько они были компетентны, сказать, судить сложно. Давайте немножко перескочим. Камень на ее кончился, да? А почему он кончился? Это потому, что кончились камни. Потому что уже появился какой следующий директ? Бронзовый. Потом уже металл. Ну, и давайте начнем с самого яркого проявления. Это Древний Египт. Я не буду трогать Месопотамии между речи. Вот эту индеганскую низменность, да, с Египта. Там очень много чего интересного есть. Ну, и, в принципе, многие подходы и многие инструменты, как вы видите дальше, они до сих пор существуют. Вот. Древнее египетское государство охватывает с периода, с пятого тысячелетия до нашей эры и разделяется на такие части, как архаичные древние царства, среднее царство, новое царство. Новое царство существовало вплоть до Рождества Христова. Что же нам было интересного? Ну, во-первых, сохранилось очень много свидетельств о том, что медицина была развита. И источником для изучения медицины древних египтян, конечно же, являются их археологически дошедшие до нас изыскания. То есть это останки людей и животных и большое количество мумий. А также письменные памятники – это те папирусы, те скрижали, которые дошли до наших времен. Ну, и архитектурные достопримечательства, на которых выбиты или нарисованы сцены различных манипуляций и работы с человеческими телами. Ну, вот, пожалуйста, что мы здесь видим. Здесь как раз древний папирус, ну, а здесь элементы показания медицинской помощи внизу, ну, и сверху – это мумификация. Безусловно, мумификация давала достаточно большое количество знаний, по крайней мере, о внешнем виде органов и систем органов. Потому что, знаете, да, что сделать мумий, нужно что сделать? Извлечь мозг и извлечь внутренние органы, чтобы они как можно меньше подвергались вернуть его книению и разложению. А дальше обработать специальным раствором. И самое-то интересное, что здесь появился бог медицины. А бог медицины – это бог Анубис. Вот здесь как раз показан бог Анубис на каждом из рисунков. Здесь он в виде нетр Анубис. Что такое нетр? Это тело человека, а голова животного. Но бог Анубис – это бог чего? Бог смерти. Совершенно верно. То есть египтяне считают, что жизнь и смерть, они идут, в принципе, рука об руках, особенно в медицине, как получится. Будет успех или не будет успех, все решает Анубис. А если нет успеха, то, соответственно, Анубис припороводится, а что мертвых. Ну и на чем стоит еще остановиться, что в Египте были специальные школы и появились специально обученные люди. То есть специальные врачи готовили людей для того, чтобы они оказывали квалифицированную помощь. Обучение было достаточно дорогим и лечение было дорогим. И не всем оно было доступно, не всем оно было по карману. И, как правило, лечились только самые-самые-самые состоятельные. Фараоны, ну и прочие представители знати или богатые люди. И основоположник медицины, дошедший до наших времен, был известный врач Инготеп, который жил в периоде Древнего Царства. Ну и в последующем за его вклад его ученики передавали его заслуги из уст в уста. Ну и, соответственно, чуть позже его обожествили. А Нобис плюс Инготеп. Вот уже тандем такой появился. Ну и что до нас дошло, и насколько мы можем судить о египетских успехах, успехах египтян, это, соответственно, конечно же, мумии. Мумии фараонов, и не только фараонов, мумии еще и животных были, и только людей презонировали. Ну и раз сопровождаюсь они скрыть им трупов, что, конечно, было естественно, то появились определенные анатомические и медицинские знания. Ну и это все легло, конечно же, в основу теории медицины. А вот здесь, посмотрите, это хирургические инструменты. Многие из них, кстати, дошли до наших дней. Видите, вот на том дальнем рисунке и пинцеты есть внизу, и иглы, и крючки. Здесь вот секционные ножи, операционные ножи. В общем-то, они практически не изменились. Нет, внешний вид их изменился, но значение и функция осталось та же самая. Но, в принципе, если бы я слышал такое выражение, что англичане попробовали прооперировать вот именно таким инструментом, конечно, животных, у них получилось. То есть вполне рабочий материал, который был извлечен из одной из пирамид. Вот как раз ланцеты, пинцеты, катетеры для спуска мочи, инструменты для скрификации и прижигания. Ну и еще, как можно судить о успехах египетских врачей, что на многих мумиях, дошедших до наших времен, есть и элементы зубопротезирования, вставления зубов искусственных, и удачно сросшиеся переломы костей прижизненно, и даже следы прижизненных трепанаций черепа, что, говорит, на достаточно высоком уровне. То есть прижизненно человек потом еще какое-то время жил, не сразу он, то есть следы заживления раны были. Соответственно, как говорится, стоит считать, что действительно достаточно хорошо там все было развито. Ну и сведения-то были значительные. И, смотрите, самое интересное, несмотря на множество заблуждений, центральным органам врачи Египта считали головной мозг. Что, в принципе, верно. Мы знаем такие понятия, как биологическая и клиническая смерть. Слышали, да? Что такое биологическая смерть? Кто знает? Это когда сердечко не бьет совершенно верно, встановка сердца. А клиническая, биологическая, это когда кора полушарева большого мозга мертва уже. То есть когда человек не существует как личность. А сердце, кстати, можно завести еще достаточно долго, поддерживать искусственно. Ну и заблуждение. Посмотрите, при вскрытии трупов в артериях крови нет. Ну, так, если на самом деле так, особенно в аорте. Само название аорты – это артерия орта по-гречески. То есть артерия пустая. Если действительно мы с вами вскроем усопшего и посмотрим просвет аорта, он будет пустой, он будет без крови. Вот. Считали, что кровь течет только по вебам. А по артерию разносится воздух, нервам. Ну, в принципе, это заблуждение. Знаем, да? Есть такое понятие, как газовая эмболия. Если любой газ, в том числе наш воздух, который попадает в достаточное количество в кровеносную систему, вызывает закупорку сосудов. И может статься так, что закупорится крупный министральный сосуд, что приведет к гибели человека. Вот. И они считали, египтяне, что обмен между кровью и воздухом как раз влияет на здоровье человека. Ну и, соответственно, исходя из этого, если основываться на египетских знаниях, что если болезнь является следствием плохой крови и гневой пневмы, то основой терапии египтян были рвотные, свобительные, мочегонные и патагонные средства. То есть все, что старалось разгрузить, скажем, человека. В принципе, это не лишено. Скажем так, в действительности. Да, действительно. Для того, чтобы снять интоксикацию, понизить температуру, что нужно сделать? Дать жаропонижающее, да? Чтобы пропотеть. А зачем потеть? Чтобы токсины вышли. Как один из вариантов. То же самое можно сделать по лучшему форсированного диуреза. То есть усилить выделение мочи. Ну, с слабительными рвотными тут поаккуратнее надо быть. Со всем остальным все нормально. Хорошо, с Египтом закончили. Давайте перейдем на Древнюю Грецию. Так, перескочим на несколько тысячелетий вперед, ближе к нашим дням. Кто этот? Бородой, это дяденька. Это Гиппократ внизу подписано. Да, действительно. Гиппократ считается отцом современной медицины. В свое время, до того, как не вели клятву российского врача, советские врачи еще давали клятву Гиппократу. Она есть, действительно. Гиппократ. Он на самом деле был очень крут. Прям вообще. Он изобрел много чего. И считал, что основу строения организма составляют три сока. Кровь, слизь, желчь и черная желчь. Прочитайте, пожалуйста, как называется черная желчь. По-латински. Ничего не напоминает? Меланхолию, совершенно верно. Это как раз он считал, что именно меланхолия, это связано с прибылообладанием именно черной желчи над всеми остальными соками. Гиппократ, автор множества трактатов по анатомии, хирургии, гигиене, врачебной этике. Совершенно верно. Мало того, Гиппократ был еще и военный врач. Первый законодокументированный военный врач. Где жил Гиппократ? Кто помнит, в каком из городов, государствах, в каком из полюса в Древней Греции? Он был финянин. Вспомните, пожалуйста, историю Древнего мира, история Древней Греции. Города жили обособленно. Каждый от другого был отделен стеной, зачастую воевал. И Марк Туриццерон, такой есть известный философ латинский, он сказал, бедные греки, каждый варвар от любого друга. То есть, действительно, каждый город считал, что другой город и житель другого города хуже намного, чем он сам. Особенно это считали афиняне, были привержены этому и спартанцы. Понятно, что Афина – это центр науки, а Спарта – это центр чего? Если они покарались Оресу, значит, они поклонялись Богу войны Марсу. То есть, центр военного искусства. Ну и Гиппократ впервые организовал военную школу, разработал комплекс мероприятий оказания помощи прямо на поле боя, так называемый, как сейчас называется, комплекс лечебно-эвокуационных мероприятий. И ему принадлежит такое высказывание, что война – это единственная хорошая школа для хирурга. Действительно, в ходе военных действий за небольшой период времени можно увидеть такое, что не увидишь за всю жизнь работы даже в какой-нибудь неотложной драматологии. Ну и я основал собственную школу. Действительно, школа Гиппократа была сильна, написал многочисленные труды. И в течение длительного периода времени после его смерти эти труды оставались базисными для врачей, для обучения врачей. Ну и к тому же он разработал множество разных пособий, разных диагностических приемов, начиная от вправления вывихов, заканчивая диагностикой всевозможных тяжелых травматических состояний. С Гиппократом давайте закончим и дальше пойдем дальше. Посмотрите, Платон. Он кто? Больше известен как кто? Как философ. И действительно, в древнем мире зачастую медицинные философии шли рука об руку. И Платон, он считал, что организм управляется тремя видами души или пневмы, которые располагаются в трех главнейших органах тела. Мозги, сердце и печени. С первыми двумя я полностью согласен. С печенью нет. Ну вот от треножных Платона. Безусловно, видите, знания накапливались потихонечку. Там были жидкости, тут уже органы. Ну и следующий, Аристотель. Вот он сделал первую попытку сравнения тела животных и изучения зародыша человека. Ну, так называемый он был основоположником эмбриологии. И он считал, что всякое живое происходит от живого. Что, в принципе, для того времени было очень прогрессивно. Прям супер. Потом об этом забыли и считали, что есть такой теория гамонковой. Там дальше это будет, я расскажу. Ну, вот такие вот взгляды были, на первый взгляд, древней-древней Греции. Герафил следующий. Вот как раз Герафил считается отцом анатомии. Вот он впервые правильно описал большинство внутренних органов. А почему правильно описал? Потому что имел большое количество опытов осмотра этих органов. То есть, вскрыл более 600 человеческих тел. Делал из рисовки, делал заметки. Ну и, соответственно, это легло в основу дальнейшем современной анатомии. Ну, и эрозестрат. Эрозестрат – очень известный античный врач. Он специалист был по сердечно-сосой системе и неврологии. Ему принадлежит правильное описание ножичка и описание природной нервы. Что Герва делится на двигательный и чувствительный. О вегетатике он, конечно, не говорил. Это тогда было недоступно. Но то, что они двигательные, один двигатель, другой чувствительный, это назначено. Древней Греции закончим. Давайте о древнем Риме. Для начала посмотрим на эту картинку. Что мы видим? Сверху, получается, справа от вас, что? Колизей. По центру. Капитолийская волчица, которая взрастила на капитолийском хорме двух основоположников Рима. Ремы и Робла. Сверху мужчина с копьем. Это, я думаю, что Гастат, солдат раннего легиона. А внизу гладиатор. Неспроста я выставил вот этот визуальный ряд. Сейчас потихонечку обо всем начнем разговаривать. Что касается Римской империи. Римская империя далеко не была империей добра. Она была империей визуальной. И строилась ее политика на чем? На постоянных завоеваниях, на эспансии. За существование больше, чем двух с половиной тысячелетней существования Римской империи, без войны они прожили всего 12 полных лет. За это время. Ну и соответственно, раз была война, значит, что можно было делать? Иметь человеческий ресурс. Знаем, что есть такое выражение. Исход войны решает человеческий ресурс. А цена победы измеряется в чем? В павших войнах. Вот есть такой панец первого победы, слышали, наверное. И в связи с этим, медицинская наука в Римской империи была в большей степени ориентирована на военную машину Римской империи, на машину забоеваний. Ну и неспроста здесь я показал еще и Колизей. А Колизей что такое? Циркус Магнус или Арена Магна. Большая арена. Не только для гладиаторов. Ну не только для гладиаторов, но в том числе и для них. Так при чем тут гладиаторы? Гладиаторский бой – это что? Не всегда. Это шоу прежде всего. Правильно? Это прежде всего шоу. И народ просил шоу, а шоу должно идти какое-то время. Понятно, что можно, имея определенный навык, поразить противника одним ударом. И бой будет длиться несколько секунд. Это шоу, это не шоу. Соответственно, гладиаторы их учили правильно сражаться. Гладиаторы имели достаточно хорошее анатомическое знание о расположении, скажем так, критических органов и о том, как нанести противнику определенный урон, но, тем не менее, оставив его живым, но относительно беззащитным. И победить. Что, в принципе, тоже их учили врачи. Ну и оказывали помощь, безусловно, и легионерам, и гладиаторам. Потому что хороший солдат и хороший артист, скажем так, хороший боец, стоит достаточно дорого в Римской империи, потому что там было рабство. Ну а солдат научить надо. Ну и кто же те, кто учил врачей того времени? Первый – это Цельс. Автор тратата «Де медицина» из восьми книг. Смотрите, что здесь? Здесь появляются уже письменные, скажем так, источники знаний, хранители знаний. И вы увидите дальше, в течение времени, тома будут нарастать, объем этих томов. И Цельс, так как он был утенянин, говорил на латинском языке, заложил основу медицинской терминологии. Для чего нужна медицинская терминология? Как вы думаете? Для чего? Для чего? Что вы все друг дружку понимали. Да, действительно, может статься так, что если ты будешь работать, скажем, с командой японских врачей, или каких-нибудь филиппинских или африканских, которые владеют, скажем, французским языком, а не владеют английским, или наоборот, ты владеешь французским, а не английским, что вы друг друга понимали, по крайней мере, что вы хотите сделать. Правильно? Что вы нашли. Совершенно верно. Дальше. Клавдий Гален следующий. Смотрите, с одной стороны, развивал идеализм Платона, тот, который уже был озвучен, а с другой стороны, подходил к изучению организма материалистически, то есть был эклектиком. Ну и он считал, что организм управляет тремя органами – печенью, сердцем и мозгом. Опять, та же самая печень. И Гален, он занимался не только анатомией, не только медициной, он еще занимался формацией. Есть такое понятие – Галеновый и Новогаленовый препарат. Это настои и настойки. Вот как раз фитотерапия. Тогда это было доступно. Сейчас синтеза лекарственных препаратов не было, к сожалению. И давайте теперь. Римская империя пала уже под ударами османов. Османская империя – арабский и мусульманский восток. Не зря сказал именно мусульманский восток. С одной стороны, вот здесь есть два противоречия. Первое – жесткие каноны ислама, которые заставляют держаться в определенных рамках. С другой стороны, бурный рост науки, начиная от механики и астрономии, заканчивая анатомией и медициной. Сейчас я вам это докажу. Посмотрите, пожалуйста, на этих трех уважаемых мужчин. Первый – Айрази. Автор книги. Я трудно не высказываю эту книжку в названии правильно. Так что просто давайте прочитаем. И это 20-тонный обзор по медицине. А 20-тонный, помните, там было 8 книг. Здесь уже сколько? 20, да? То есть знания копятся, знания аккумулируются, знания нарастают. А знаете, почему так мусульманский восток скакнул вверх с развитием медицины? Догадайтесь. Они Александрию захватили. И не сожгли книжки Александрийской библиотеки, а тщательно их переписали и перевели. Язык, понятный им. И он основатель госпиталей. Я написал госпиталей, но если бы мы тогда сказали, что они основали госпиталя на Арабском Востоке, ну, как минимум, у нас бы достаточно жестко наказали. Дело в том, что госпитали – это то место, где лечили госпитальеров, воинов-крестоносцев, которые носили красный крест. Но я не нашел ничего лучше, как назвать это госпитали. Но тем не менее образовала лечивность. Давайте скажем так. Так, смотри, следующий. Аль-Захарави. Здесь уже 30 томов медицинской энциклопедии. Они еще больше доросли. Хотя времени прошло не так много. Чуть больше века. Или меньше даже века. Ну, и Ибн Аль-Нафис, здесь я о нем не смог не упомянуть. Дело в том, что он обнаружил легочное кровообращение за три столетия до Сервета и Коломба. Так что, несмотря на все запреты, которые диктовали нормы ислама, медицинская наука развивалась. И, конечно же, она, опять же, была доступна не для всех. Для самых богатых. Потому что обучение было очень дорогим и очень долгим. Если вы, может быть, видели, фильм называется «Лекарь-ученик Эвицент». Слышали такой? Смотрели? Там учили 12 лет. В принципе, медицинское образование у нас чуть-чуть покороче. 6 лет вы учитесь. Если вы в одной лечебной неделе, 6 лет. Потом 2 года ординатура, если вы хотите получить узкую специализацию. Сейчас 8 лет. Чуть-чуть покороче. Ну вот, тот самый Авиценна. Авиценна – это его европейское название. Его европейское имя. А вот по-арабски он звучит именно так. Он – это таджийский философ, врач. Кстати, сын Визирин. Что ему и развязывал руки для его анатомических опытов. То есть Визирь – это правитель какого-то города. И важнейшее его научное сочинение – канон медицины. Энциклопедия в пяти частях. И каждая часть состояла из семи томов. Еще больше. Помните, там было 30, здесь уже больше. Кстати, вплоть до XVIII века, а жил в XI веке, это был базисный труд, базисный учебник, скажем так, хендбук, настольная книга каждого врача. И учили именно по его подходам, его постулатам. Как вы видите, здесь внизу написано «перездавался» на латинском языке около 30 раз. Вот обязательно руководство для врачей страны Европы и Востока. «Перездавался» громко сказано, переписывался. Тогда книжки еще не печатали, писали вручную в основном. Это был тяжелейший труд, потому что нужно было перенести не только записями, но еще и скопировать, что правильно – рисунки. Без рисунков, конечно же, сложно воспринять, что написано. Поэтому при изучении анатомии мы используем и книги, и атлас-анатомические наглядные пособия. Окей. Закончилось мрачное средневековье, началась эпоха Возрождения. Да, уже потихонечку остывают, догорают котлы и костры Инквизиции. И вот оно, Возрождение. Я думаю, работы вам знакомы, да? Это кто у нас? А вот следующий. О, совершенно верно. Наверху. Севистинская капелла. А там? Мадам и Ио. Да, библейские сюжеты сверху, ну и внизу чисто житейские рисунки. И здесь нельзя пройти мимо гения Леонардо. Слышали такого? Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи, как говорят, талантливый человек, талантлив во всем. Вот это как раз про него. Талантливый человек, естествоиспытатель, алхимик, просто химик, анатом, механик, математик, теоретик, художник – это все о нем. Кстати, Леонардо да Винчи был действительно гениальным человеком, но ему еще повезло родиться в состоятельной семье. Он был сыном одного из баронов, скажем так, землевладельцев. И тогда еще были под запретом скрытия человеческих тел, анатомия. И Леонардо построил себе башню, куда можно было добраться только по специальному веревочному лифту, им же сделанному. Соответственно, если он был блокирован к лифту, никто туда забраться и посмотреть, что там Леонардо делал, не мог. А то, что он скрывал теломические тела, однозначно. Посмотрите хотя бы на этот рисунок. Вот сюда. Это эмбрион, например, уже плод человека в полости матки. То есть придумать такое невозможно. Это нужно так увидеть и зарисовать натуры. Однозначно Леонардо занимался анатомическими опытами. И впервые правильно изобразил органы человеческого тела. Совершенно верно. Плюс, вот посмотрите на средний ряд, это так называемая пластическая анатомия. То есть, или сейчас называется функциональная анатомия. Видите, как прорисованы мышцы. К сожалению, качество не очень хорошее, но тем не менее, увидите. И действительно, вот это все можно увидеть, как только препарировав тело. То есть, человек удалит кожу и подкожно-жировую клетчатку. Да, гений Леонардо до сих пор славится. Но, тем не менее, есть еще люди, которые занимались анатомией в те времена, несмотря ни на что. Первый Андрей Вязали. Кстати, Андрей Вязали был монахом. Но уже костры инквизиции потухли. И вот использовал объективный метод наблюдения. То есть, он смотрел, видите, он как раз нарисован с препарированной верхней конечностью. Тут у нас кисть и предплечье мышцы. Ну и, соответственно, он написал две книжки. Строение тела человека в синих книгах. Не книжки, а в книге. Ну и питомы. Два вот этих вот известных труда. Наиболее известных. И, кстати, следующий, Гадавриэль Фаллопий, чуть позже, а нет, в те же самое время, родился чуть позже, дал первое обстоятельное написание развития строения органов, анатомические наблюдения, книга называлась. Кстати, в честь Фаллопия назван один орган. Называется Фаллопиевы трубы. Слышали такое? Или яйцеводы. Да? Или маточные трубы. Вот. Бартоломел Евстахий. Тоже. Из этой же эпохи. Есть у него описание анатомическое руководство, руководство по анатомии. Смотрите, написали его в период, ну, скажем так, где-то в районе 1550-го, скажем так, года, а издали в 1714-м. Книжку потеряли. Просто не давали тогда издавать книги такие. Сложно было. Ну и, соответственно, в честь Евстахии тоже назван один орган. Какой? Евстахиева труба, совершенно верно. То есть, суховая труба, которая соединяет полость среднего уха или барабанную полость с носоглоткой. Ну и началось новое время. Чем характеризуется новое время? А новое время – это эпоха географических открытий, бурное развитие науки. Тут же горят уже костры революций. Вот старая французская революция, первая буржуазная революция. Ну и восстание Гая Фокса. Здесь Англия – пороховой заговор. Во время этой бурной эпохи жили и работали такие известные ученые, например, как, например, Вильям Гарлий. Здесь что интересно? Что он высказал такую догадку, но это неспроста тоже, он изучал в муриологии немножко, что животное в своем онтогенезе повторяет филогенез. Знаешь, такой онтогенез и филогенез, да? Переснять не надо. Замечательно. То есть, это его гипотеза, которая потом многократно была доказана, подтверждена. И он открыл такое суждение, вернее, выдумал, и дальше подтвердил, что кровь движется по замкнутому кругу сосудов, проходя из артерии вены через мельчайшие трубы. О чем это говорит? Ну, это, по сути дела, предпосылка к открытию кругов кровообращения и просто кровообращения. Ну и, если мы говорим о мельчайших трубочках, дальше о Мальпиге нам это докажет. Это микроциркуляторное русло. Венулы, вернее, артериолы, прекапилляры, посткапилляры, венулы. Ну, вот как раз Марчелло Мальпиге. Он изображен иномарки итальянской тоже. Открытий много. Работал с микроциркуляцией. Открыл капилляры. А знаете, почему он получился открыть капилляры? Гарвей так предположил. Микроскоп уже изобрели. Появился микроскоп. То есть, стало визуально возможно оценить капилляры, мелкие сосуды. Ну и он расширил положение Гарвея, что всякое животное из яйца. Помните, говорю о самом деле о гомункуле каком-то? Считалось, что каким-то божественным образом, ну, его открытие в вместилище для гомункула, то есть в матку он попадает. Дальше он там развивается, человек рождается уже как вот взрослый человек, только маленький. То есть сразу можно уже в садик отправлять, ну и в школу, не знаю. Нет же. Все по-другому. Действительно, сначала яйцеклетка, оплодотворение. Дальше фигура развития, эмбриогенезия. А дальше уже, соответственно, после родоразрешения человек потихонечку как созревает, скажем так. То есть там начинается становление различных систем, начиная от опорно-двигательного аппарата и эндокринной системы, заканчивая центральной нервной системой, пожалуй, самой влажной. Что касается уже российских ученых, Шумлянский, Александр Михайлович, изучавший строение почек, доказал отсутствие мифических промежуточных пространств, наличие прямой связи между артериальными и венозными капиллярами. Вот уже здесь полностью заложен, вернее, закончен спор о микроциркуляторном русле. Ничего фамилию Шумлянского вам не говорит? Капсула Шумлянского-Болмана, совершенно верно. Вот она, здесь она. И Каспар Фридрих Вольф, несмотря на немецкие корни, член Российской Академии Наук. И он доказал как раз теорию эмбриогенеза, выдвинул и доказал, что во время эмбриогенеза органы возникают, развиваются заново. Никакого коммункулиса, все, коммункулис кончился. Кстати, Фридрих Вольф тоже, в честь него, названный Вольф и Батиллан. Есть такой. Карл Максимович Бэр. Вот продолжается история эмбриогенеза, и вот он как раз описывает эмбриональное развитие. Ну и Карл Максимович Бэр работал в эстонском Тартовском университете, и тогда Эстония входила в состав Российской империи. То есть можно считать его российским ученым. Ну и уж коль мы начали разговор о российских корифеях, то давайте немножко становление анатомии в России и вообще медицине в России. С чем все начиналось? А началось все вот с этого знаменитого человека, Петта Гранде, Петр Великий или Петр Первый. С него все началось. Дело в том, что до него, в принципе, медицинской школы в России не было вообще. Если это были деревни, это были знахарства, были повитухи, которые занимались помощью беременным и родоспоможением. Ну а богатые люди выписывали из Европы к царскому двору, к знатным боярским семьям лекарей из Европы. То есть подготовки кадров на местах в России и в ней было, к сожалению. Ну вот Петр Первый решил все это поменять. И с чего все началось? Петр Первый был достаточно любознательный человек. Как говорится, на все руки оскуке и корабли строил, и государством руководил, и шведовил, а в том числе и увлекался анатомией. И медициной. И вот он закупил за огромные деньги так называемую кунсткамеру натуральных вещей. Были, кто был в Петербурге, может посещал кунсткамеру, она приезжала и в Казань в посещенном виде. Вот это как раз вот часть коллекции. Что-то было утеряно, что-то сохранилось. Тем не менее, вот эта кунсткамера натуральных вещей куплена была за огромные деньги. За такие деньги можно было построить 80-пушный фрегат. Чтобы вы понимали. Очень дорого. Заплатил огромный день. Так был плечом. И по его настоянию, по его распоряжению, в 706 году создана первая лекарская школа России, которой руководил Николай Николас Мидловым. Вот он, приглашенный специалист. И Мидловым написал книгу «Наставление для изучающих кирургии в анатомическом театре». Это, по сути дела, был первый учебник, изданный в России, написанный в России, пусть и даже иностранцам. И я точно не помню, то ли он был голландец, то ли он был англичанин, но это не суть важно. Учебник был написан в немецком языке. То есть, понимаете, доступность образования, то есть, чтобы вы его прочитали, вам нужно, что будет освоить тот язык, на котором он написан. Он не был переведен на русский. То есть, доступность, я имею в виду, доступность в то время медицинского образования была тем, кто имел возможность освоить язык. То есть, те, у кого была возможность нанять себе репетитора, который научит носителя языка этому языку, чтобы нормально обучаться. Тем не при всех плюсах и минусах первый учебник здорово уже появился. А дальше? Пошло-поехало, как говорится. Вот Александр Петрович Протасов был первый русский академик анатом в Екатериньевские времена. Действительно, была основана академией. Помните, Ломоносов? Один из самых известных академиков. Ну, вот Протасов тоже. И вот Протасов был тем катализатором, который запустил в дальнейшем развитие медицины в России. И далее пошло. Появился первый атлас, Седабус. Вот он. А, кстати, я этот атлас лично видел и держал в руках в музее, в анатомическом музее Казанского государственного медицинского университета. Классные рисунки, конечно, не 744 года, уже перепечатанные, уже отпечатанные, не нарисованные, но великолепные рисунки. И он же создал русскую анатомическую номенклатуру. Впоследствии европейские и русские слились в одну и получилось достаточно, кажется, удобоваримо. Вот сейчас анатомика, так называемая анатомическая номенклатура, она единая для всей, со всего мира. Ты что уснул-то? А, не спи. Понятно? Далее, поехали. Петр Алексеевич Загорский. Создал первый учебник на русском языке. Сокращенно анатомию, руководство к дознанию строения человеческого тела в пользу обучающейся врачебной науке. Смотрите. Прошло не так много времени. Давайте вернемся. Вот, 706-й год и 798-й. Вот тогда был написан учебник. То есть, ну, практически прошло меньше века. И уже появляется первый учебник анатомии на русском языке. О чем он это говорит? Ну, во-первых, потому что собрался достаточно большой пул врачей, который готов его воспринимать. Второе, что возникла острая потребность в квалифицированных медицинских кадрах, что подтолкнуло написать этот учебник. И это классно. То есть, медицина стала более открытой для широких масс. Да, впоследствии потом туда обучаться в медицине будут не только дворяне, но и разночинцы, свыкаться из народа. Но пока это все равно еще, говорится, очень дорогое удовольствие для влучения. Илья Владимирович Буяльский, академик, он публиковал такие анатомо-хирургические таблицы. Посмотрите, самое интересное, что тут немножко сдвинулось, но Буяльский в чем? В военной форме с эпалетами. Это был военный доктор, военная медицинская академия. И эти таблицы, там показаны не только норма, но там показаны повреждения, которые были увидены в течение русско-турецких войн. Первый и второй русско-турецких войн. Ну и Николай Иванович Пирогов. Куда уж без него. Знаете, да, наверное, такой Пирогов? Это корифей российской и мировой медицины. А впервые... Кстати, он был военным хирургом, военно-полевым хирургом. И очень интересный факт его биографии. Сам Пирогов говорит, что его один раз отчислили из медицинского вуза за то, что он не сдал хирургию. Вот такой вот каламбур получился. Потом стал выдающимся русским хирургом с мировым именем. Кстати, впервые применил наркоз во время боевых действий на поле боя. И обратите внимание, тот же весь в орденах, в наградах. Принимал участие в многочисленных войнах того периода, в том числе русско-турецких. И выдвинул несколько подходов принципиально новых, пионерских, которые спасли жизнь большому количеству раненых военнослужащих того времени. Ну и Бец. Владимир Александрович Бец. Чем он интересен? Здесь уже наука потихонечку набирает обороты. Посмотрите, от простого переходит к сложному. Начинается изучать анатомию чила. Центральная нервная система, головной мозг. Есть так называемый пятый слой корыду в шаре большого мозга. Там располагаются гигантство пирамидные клетки Беца. Через него как раз эти и названы. Все потихонечку набирает обороты от простого к сложному. Ну и раз уж мы коснулись центральной нервной системы, куда же без Бехтерева. Да, Бехтерев и мозг – это практически синоним изучения головного мозга, связанных с Бехтеревым. Есть институт головного мозга, линии мозга имени Бехтерева как раз. И его вклад в анатомию, вклад в медицину связан с неврологическим направлением. И он описал так называемые проводящие пути головного и спинного мозга. Есть такой мощный фундаментальный труд. Как не бьются сейчас над секретами мозга, изучность мозга самая-самая-самая минимальная. К сожалению, до сих пор. Говорят, изучено не больше 5-10% головного мозга. В связи с этим есть некоторые сложности для лечения различных заболеваний центральной нервной системы. Начиная от травматических поражений и инсультов, заканчивая болезнью Альцгеймера, например. Федор Францевич Лесгофт. Есть у нас улица в Казани имени Лесгофта. Знаете, да, улица Лесгофта есть? Вот. Широко применял эксперимент. И основываясь на открытиях рентгена и кюри, использовал уже рентгеновские лучи. В том, что самое забавное, он использовал не только для, скажем так, рентгеновских снимков частей тела, но еще использовал их для терапии. Как раз сейчас есть у нас такая направление, такая лучевая терапия, слышали, наверное. Вот как раз одним из основоположников, ну или тем, кто пытался, пионеров, скажем так, этого направления, был Петр Франц Лесгофт. Вадим Петрович Воробьев. Чем интересен он? Ну, во-первых, издал первый советский атлас. Уже все, закончилась царская Россия, началась советская Россия. И Воробьев Владимир Петрович издал первый советский атлас в пяти томах. Атлас для чего нужен? Для того, чтобы проводить самостоятельное изучение дома. Нам можно посмотреть на демонстрационном материале на нативных препаратах, скажем так. А там нужно дальше дома уже закрепить свои знания. Или наоборот, дома отработать, а там уже практически посмотреть. Но Воробьев еще интересен тем, что разработал оригинальную методику бальзамирования сохранения тела. И по его методике было бальзамировано и сохранено до сих пор тело Владимира Ильича Ленина. Мы зарели же на Красной площади. Слышали, наверное. Здесь потихонечку мы смещаемся дальше. И Рафаил Давыдович Синельников. Вот если вы решите связать свою жизнь с медициной и с лечебными специальностями, то, безусловно, вы будете счастливы, когда у вас на столе по реподготовке к практическим занятиям и экзаменам по анатомии будут лежать пять томов атласа Синельникова. Он пережил бесчетное количество переизданий и признан одним из трех лучших анатомических атласов мира. Поверьте, их множество разных изглавов. Потом входит в тройку лидеров. Ну и, кстати, Высенков. Вот он профессор Одесского университета. Написал руководство большое количество, в том числе нормальную анатомию человека. Для того времени, когда вышел этот труд в 1932 году, он был, конечно, пионерский. Сейчас немножко устарел, этот учебник не используется. А от Синельникова до сих пор актуально. Вот эти два корифея медицины, вот Михаил Романович Сапин внизу, Михаил Григорьевич Привес сверху, являются с одной стороны корифеями, а с другой стороны конкурентами. Оба написали замечательные учебники. Кому-то нравится учебник Привеса, кому-то нравится учебник Сапина. Но, тем не менее, и тот, и другой учебник сейчас немножко переизданный, но есть приверженность того и другого. Мне, честно говоря, откровенно больше нравится учебник Сапина, но есть те, кто считают, что Привес намного лучше. Как говорится, на вкус и цвет товарища нет, но тем не менее. И тот, и другой создали замечательные учебники. Кстати, учебник Сапина и учебник Привеса, вот это привезено еще на английский язык. И используется во множественных странах, в многих странах постсоветского пространства. Например, на Кубе, я знаю точно. Ну, если говорить об истории Казанской анатомической школы, то, знаете, да, у нас классный университет. У нас более чем 200-летняя история. И медицинский факультет появился одним из самых первых. И, безусловно, все, что все те наработки, которые есть у нас в институте фундаментальной медицины и биологии, те наработки, которые есть в Казанском государственном медицинском университете, который потом отдельно отделился от Большого университета, Казанского государственного университета и стал отдельным учебным заведением. Это все лежит на основе тех знаний, тех преподавателей, которые работали здесь, в стенах Казанского государственного университета, сейчас Казанского федерального университета. Смотрите на это здание. Видели? Это что такое? Это анатомический театр. Памятник архитектуры. Их было построено всего два. Второй был построен за рубежом в Германии. До наших дней не дошел, сгорел. Этот же живет и здравствует. Да, действительно, здание классное, здание красивое. Посмотрите, наверху маленькие вытянутые прямоугольные окна. Видите? Раньше в каждом из них был витраж муранского стекла. Но в 1991 году был пожар, и рабочие не успели поставить только один витраж. Остальные все были разбиты пожарными при тушении пожара, чтобы сохранить здание. Вот он прямо по центру стоит. Вот там, где морс голодит между двумя колоннами, единственный остался витраж. Он называется арфей, играющий на арфе для дельфина. Если вы будете, то сейчас туда пройти невозможно, потому что часть здания признана аварийным, в связи с этим же пожаром. Ну и можно посмотреть только снаружи. Если будет кому интересно, сегодня можете прямо потом сходить в университетский двор, и взглянуть. Прекрасно видно снаружи. Почему называется анатомический театр? Действительно, вот это старые фотографии анатомического театра, сейчас там все выглядит намного по-другому, не то что несколько иначе. Из всего того великолепия, которое было вот здесь, сохранилось только вот это посередине древний дубовый стол, на котором и проводились анатомические изверстизы, анатомические изучения. А построен был в виде театра, то есть каскадами располагались места для зрителей, места для студентов, и профессор или преподаватель проводил с ними практические занятия по анатомии. Ну вот опять же, Петр Францович Лесгорд работал на кафедре анатомии в университете с 1868 года. Про него мы говорили, давайте пойдем дальше, обзорно. Владимир Николаевич Танков, тоже известный анатом, он в начале 20 века возглавил кафедру, но относительно недолго, но внес с 1905 по 1915 год, то есть 10 лет, внес огромный вклад в развитие анатомической науки и Казанской анатомической медицинской школы. Далее, посмотрите, вот с 1915 года по 1924 год, вот 9 лет, можно сказать, без власти. Нет, не без власти, там были исполняющие обязанности, потом началась революция, потом началась гражданская война, заведующие сменяли один другого, но из 1924 по 1943 год заведовал кафедру Николай Васильевича. Василий Николаевич из Терновских, посмотрите, практически 20 лет, 19 лет. Далее, Валерий Николаевич Мурад, с 1944 по 1960 год, заведовал кафедрой анатомии. Каждый из них взрастил целую плеяду талантливых врачей, и не только анатомов, а врачей, которые занимались и хирургией, и топографией, топографической анатомией. Ну и просто каждый из них выучил огромное количество студентов, через их руки прошли, которые впоследствии внесли огромный вклад в становление не только Казанской медицинской школы, но и Российской медицинской школы. Не секрет, что Николай Васильевич Вишневский, знаете такого? Улица Вишневского. Знаменитый хирург. Клиника Вишневского есть, урологическая в медуниверситете. Отличный хирург, известный очень, целую, их там несколько, династия, несколько поколений, плюс огромные школы, у него учеников достаточно большое количество. Он долгое время, во-первых, учился здесь, он долгое время здесь и работал. А во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, и дальше, когда уже продолжил войну с Японией, он возглавлял, сколько я понимаю, главный управление медицинской, медицинской службы, главный хирург Красной армии. Александр Георгиевич Коротков с 1963 по 1985 год возглавлял кафедру. Есть такой аппарат Короткова для измерения давления. Кстати, был изобретен именно им и пользуется до сих пор в экспериментах для измерения артериального давления и в России, и за рубежом с различными модификациями. Но, тем не менее, перевес это принадлежит именно ему. Ребята, на этом у меня все. Я постарался относительно в короткие сроки вам рассказать основные моменты развития. Я понимаю, что нельзя объять необъятное. Можно было бы 3-4 часа разговаривать и несколько дней возвращаться к этому вопросу. Более подробно на каждом останавливаться. А может быть, о ком-то я не сказал, не может быть, а точнее сказал. Это не значит, что те, о ком я упомянул, они более значимы для медицинской навыки, те, о коме я упустил, менее значимы. Что у нас определенно есть временные рамки. Теперь я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они у вас возникли. Есть вопросы? Задавайте и сняйтесь. Спасибо вам за внимание. Еще раз поздравляю вас с праздником Днем науки. Надеюсь, вы не заскучали, несмотря на такой полумрак, не заснули. Всего вам доброго, хорошего вам дня. Надеюсь, вам будет и в дальнейших, на следующих активностях так же интересно, как здесь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова